Друзья, всем привет! Сегодня поговорим про Volkswagen Passat. Недавно у нас вышло видео о Passat. Так вот, это вот основная часть этого видео, где мы поговорим о том, какие Passat и куда нужно обращать внимание, какой двигатель стоит брать, на какие коробки обратить внимание, что такое салон, его взносостойкость. Все вот это в дружеской беседе с одним из наших технических специалистов. Друзья, сегодня в дружеской беседе с нами Иван. Иван это наш технический специалист, один из. И вот все, что про Volkswagen связано, он очень хорошо знает. Даже во многих моментах знает лучше, чем я. Поэтому раз сегодня все о Passat, а тем более Ваня подбирал крайний автомобиль. Passat или уже не Passat? Passat вчера. Мы специально слегка изменили формат для того, чтобы было немножко больше информации для людей, которые хотят выбрать себе автомобиль. Ну, мы, естественно, поможем, но определиться это видео вам поможет. Сегодня мы поговорим про B Passat и те, которые B7, американец, B8, потому что B6, B5, они тоже есть. Но это все, грубо говоря, в прошлом про них все знают. Но самый популярный автомобиль, это все-таки B7, B8 и, естественно, американец. Да, бывают они, как вы уже сказали, B7 Европа, B7 Америка, B8 Европа, NMS Америка и Америка есть еще R-Line. Также есть и Европа. В общем, их модификации вагоны малая тележка, так же, как и двигатели. Особой популярностью пользуются в подборе, вот из опыта, там, последние пару лет. Нормально, она впалилась. Хорошо, продолжаем. Passat с моторами 1,8 бензин, 2 литра бензин турбированные и дизеля. Ну, мы советуем, подбираем в основном людям 2-литровые дизеля, потому что на них идет коробка передач, об этом позже мокрая, всеми любимая. А на 1,6 дизелях идет сухая DSG. Слышу хруст шестеренок. Хруст шестеренок, нормально. Все так и должно быть. Продолжаем. Есть на самом деле еще мотор 1,4, это тот, который мы не рекомендуем, потому что у него маленький ресурс. Не отвалилось, все, я все правда сказал. И есть еще мотор 2,5, но он как бы пользуется больше популярностью, опять же, вот такси, потому что на него ставится газ. Но этот мотор старый, очень... 2,5 это американец. Ну да, 2,5. Ладно, почему Passat такой популярный? Вот точка зрения не моя, а точка зрения другого человека. Ну, как по мне, относительно недорогой в обслуживании, красивый, беря во внимание, ну, кому как, кому попадья, кому попова дочка, кому вообще поп. Как говорят. Но лично мне нравится его формы, дизайн, вместимость в салон. Если говорить про B7 Америку, он вообще там класса суперба. Когда первый раз Passat B7 в Америку сел, там можно ногу на ногу сложить и в карты играть с предыдущим пассажиром. Добротность материалов, акустики, то всего. Ну, как бы, красивый, динамичный, ремонтопригодный, качественный автомобиль. Ну да. Я к тому, что дорожный просвет маленький, колесики тоненькие. Кормить газом бензиновые автомобили. Нормально? Да. Ну, это не в отношении Passat 1.8 2-х литров ставят туда пятого поколения, соотношение бензин-газ там 30-70%. Ну, я бы не заморачивался с этим. Он и так в меру расходы топлива. В городском режиме порядка 9-10 литров. Для его мощности вполне приемлемо. 2,5 там другой расход, но на него и ставится газ. И там другой двигатель. Я сейчас расскажу про газ, почему я со Стёбом спросил. Газ это больно в таких автомобилях. Вот везде, где прямой впрыск, это... Жопа можно говорить? Это плохо, да. Это вот так. Это вот просто... Почему? Потому что настроить специалистов на пальцах одной руки можно посчитать. И то половина сейчас где-то не на месте у себя. Ну, будем открыто говорить, они сейчас где-то на фронте. Ну, или же в лавах ЗСУ, или в ТРУ. Неважно где, нет их на месте. Их и так не было, нормальных специалистов. А теперь стало их еще меньше. И настроить вот этот газ, чтобы он нормально работал, это невозможно. Это просто крик души. Есть еще дизельные моторы, которые 1.6 и 2.0 дизеля, очень экономичные. Не, ну 2.0 тут вообще без... Да, сам эксплуатирую Volkswagen 2-литровый дизель. Расход в среднем около 5.2, 6.6 вот недавно, но не глушил практически целый день. Очень экономный, динамичный. А теперь самое интересное, самое больное, что может быть в этих автомобилях, это коробки. Это... Продолжайте, чтобы не я рассказывал про... Ну, самая простота, это механика вообще, в принципе, беспроблемная. Затем идут DSG двух видов, сухая и мокрая, DSG-7, DSG-6. И классический автомат Aisin от японского производителя. Механическая ставится везде, вот до 1.8 двигателя ставится сухарик, как говорят, сухой DSG. И 2-литровые ставятся автоматно, 2.5, 1.8 2-литровые американские коробки, там ставится Aisin. Я ничего не перепутал. Проблемные места. А, ну, по поводу коробок. Мокрая коробка DSG вообще беспроблемная, как для меня. Ну, то есть 400 тысяч километров она отхаживает. Отхаживает. Сухая, как ездить? Да, ну, с 15-го года поменяли прошивку, якобы она ходит лучше. Эти машины продаются, продаются тоже. Но мы не рекомендуем все равно такую коробку к приобретению, потому что на старуху бывает проруха. Слабые места коробок на дизельных моторах двухмассовый демпферный маховик, который новый стоит порядка 500-150 долларов плюс работа. Сотточка, как за здрасте. На механике он тоже идет. Вот на автоматах, это японский производитель, там, в принципе, проблем нет. С айсином проблем нету. Вот пару слов про ремонт маховика. Существуют компании, которые ремонтируют, реставрируют маховики. Работа стоит около 100 долларов на снятом узле. То есть привозишь, кладешь на верстак, отреставрируете. Плюс 100 долларов снять поставить. Ну да. Но это лотерея. Может где-то какая-то сварка окалена попасть. Пружина не той. Короче, друзья, все это шляпа. Я не верю в это. Хотя и даю там 30 тысяч километров гарантии на все это дело. Я не верю. Ну при стоимости автомобиля, скажем так, 17-18 тысяч долларов потратить 600 долларов на сам маховик, который, если ей вот давать под сраку, порядка 140 тысяч оно выхаживает. Если же спокойно ездить, что там было у нас 270, да? Да, у меня был личный автомобиль Passat B7 с пробегом 270 тысяч. Вот на нем он только застучал. Первый раз. У приятеля был Тауран с пробегом 480. Он на нем долго ездил на стучающем, потом собирал денег, поменял. То есть этот узел не вылетает, прям вот как поршень через блок. Можно подсобирать денег и заменить его. Ну мы перед покупкой, ну по крайней мере я и ребята, которые подбирают Volkswagen, все знают о проблемах с двухмассовым демпферным маховиком, просим у продавцов, чтобы нам предоставили возможность услышать холодный старт. Потому что стук маховика проявляется на холодную. Машина прогревается, проехал вокруг квартала, если летом он уже не стучит. Потом на следующее утро просыпаешься, довольный. А как же так получилось? Что да. Довольный пьешь кофе, глядя на свою новую машину и слышишь этот шорх. Друзья, если коротко, то вот вычислить эту проблему можно на холодном двигателе. Вот пока холодный мотор, неважно зима, осень, лето, весна. Холодный двигатель при запуске, пока он не нагрелся, он будет стучать, шуршать, стучать, в зависимости от коробки она либо DSG, либо механика. Кстати, если механическая, нажимаем педальку и таинственным образом все пропадает. Вот если вы слышите грохот из двигателя неимоверный и нажимаете сцепление и все пропадает. Дизельные моторы, если опять же конские пробеги, могут быть забит сажевый фильтр. По инструкции, конечно, официалов есть рекомендации его менять, но это стоит безумных денег в Украине. Многие автолюбители делают шахер, махер, кирдык. Я сейчас объясню, что это такое. Они просто вырезают сажевый фильтр, меняют прошивку и все, идет такой, ах, черный дым из трубы. Но машина при этом едет, засирает экологию и все. Есть еще тема, которая типа промыть сажевый фильтр на какое-то время хватает. Но я скажу от себя, если машину кормить нормальным топливом и следить за EGR, то этого фильтра хватает тупо надолго. И ездить по трассе там ни в пенсионерском режиме, ни по городу, даже не в пробках. В принципе, дизельный автомобиль покупается для трассового пробега, для большого пробега. Живя за городом, периодически давать ей под хвост в разумных пределах. Это очень полезно для автомобиля. Вот те, кто ездят в режимах 1200-1500 оборотов в минуту, не нужно так делать. Надо иногда машине давать, чтобы вот та сажа, которая собралась в фильтр, для того, чтобы она прогорела, вылетела. Правда, это делается на равномерных оборотах порядка 2500 по трассе. Включили, поехали. Когда ему надо, он сам зажжется, прожжется. И я ничего не перепутал. Нет, и можно это запустить программно. В принципе, тем же лаунчем или диагностическим оборудованием ВАСИА Диагност, ВСДС, Вольцваген. Это тоже можно сделать. Принудительную регенерацию. Правда, будет стоять, вонять, пыхтеть на проветриваемой площадке. Потому что бывает, вылетает такое. Правильно, искренне не рекомендую этого делать. Объяснить почему? Объясняю. Сам сажевый фильтр прогревается до 650 градусов. Вся срань вылетает, все хорошо. Но очень большой шанс разрушения вот этих вот сот. Поэтому искусственный прожжиг, он типа да, есть такая тема. Ее иногда включают искусственную регенерацию. Но я не рекомендую этого делать. Вот если даже уже вот просто все, он забился. Ну, как я делал. Был у нас, я сейчас легенькое отступление сделаю. Был у нас Таурек. Это, в принципе, немножко другая история. Но, тем не менее. Машина не ехала. Вот сразу ошибку выдает. Садимся, сбрасываем. Выезжаем на трассу. 2500 оборотов. Кстати, как еще прогреть? Включаем передачу, зажимаем тормоз и даем оборотов. Он быстро нагревается. Выезжаем на трассу, сбрасываем ошибочку. Два-три раза сбрасываете, потом сзади такой бум. Дымяра валит. Это прожигается сажевый фильтр. Помогает. Это безболезненно. А искусственное прожигание, это может быть больно. Но это так уже чуть-чуть глубоко копнул. Бензиновый мотор. Ой, термостат. Расскажите про термостат. Термостат в пластиковом корпусе. Слабое место. 120-130 тысяч. Вот столько трубочек. Да. Долезть к нему, но это не знаю. Стоит в очень неудобном, непривычном для обычного автолюбителя месте. Он приводится в действие ремешком таким. Я уже за помпу заговорил, потому что она тоже слабое место. Час. Когда слово идет про термостат, сразу же автоматом загибайте пальцы. Меняем термостат, сразу же автоматом меняем помпу. И тех, у кого, например, стоит ДСГ, там есть на теплообменнике такие пластиковые втулочки. Вот когда оно вот здесь вот рядом, возьмите, поменяйте. По сравнению со всем это стоит 12 копеек. Но настоятельная рекомендация это сделать. А теперь возвращаемся к термостату. Термостат стоит в пластиновом корпусе, находится у Негра в одном. Далеко стоит, неправильно стоит, неудобно его доставать. Рядом с помпой, помпа приводится в действие маленьким ремешком от балансирного вала, который проходит от цепи ГРМ через весь мотор и вращает эту помпу. В общем, вот этот весь узел, желательно за ним как минимум или наблюдать на пробеге 120+, или при финансовой возможности сразу заменить. Потому что рано или поздно эта проблема коснется. Если ездите недалеко, там по городу, без боязни, что когда-то выбежит антифриз, загоняется контрольной лампой, вы с ужасом увидите лужу под машиной с районем с помпы, и у вас будет возможность ее оттащить на эвакуаторе или на шнурке, если на ручной коробке на станцию для замены, то да, можете рискнуть. Но при пробеге 120-130 ее желательно заменить. Это регламентная работа. Вот как видите на одометре, 120 тысяч сразу понимаете. Помпа, термостат, втулки. Вот это то, что нужно сделать. Как увидеть, как понять. Вот термостат такая пластиковая штука, найдем фотографию, ставим. Вот если оттуда есть уже какие-то мокрые запотевания, потеки, не ведитесь на то, что это пройдет. Это начало конца, это уже все. Это точка невозврата, это нужно менять. Идем дальше по проблемам. Цепи, они очень часто тянутся. В принципе, такой же двигатель устанавливается на большинство, может там с иным буквенным обозначением, но на всю линейку вагов. В 2014 году узел цепи ГРМ слегка модернизировали в лучшую сторону. И там модернизировали каким образом? Изменили конструкцию натяжителя цепи, изменили длину башмаков, потому что первые выпуски страдали тем, что цепь банально растягивалась и могла проскочить. Здесь же уже она не проскочит, потому что башмаки удлинили, они с такими подвернутыми лапами стоят. То есть даже если она и растянется, о чем вы услышите, ну если не имея диагностического оборудования, утром на холодную такое лязгание будет, по мере прогрева оно уйдет. Первый момент пуска, когда масло еще не набралось в натяжитель, будет звон такой. Это говорит о том, что цепь уже потянута. Но опять же, Volkswagen предусмотрел, если нет диагностического оборудования, смотреть через его, можно это электронным способом, там смещается адаптация распредвала по впуску до 6 градусов. Как правило, на машинах с пробегом 150+, уже надо этот момент контролировать. Недавно подбирал тоже Audi, у него было пробега 120 тысяч, но у него цепь уже 5,7 градуса, это критическое значение. Тоже рекомендовал сразу ему ее менять. Также и здесь, на Passat не исключение, но на удивление, почему-то на Passat редко встречается, даже с пробегом тот этот, про который пойдет, или пошла уже речь, в общем, в этом выпуске он будет. Там пробега больше 100, а состояние цепи тупо новое, оно там 0,3 градуса, по-моему, по памяти. Это состояние новой цепи. Но это состояние цепи можно проверить как и диагностическим сканером, так и там есть технологическое отверстие, такая пробка металлическая с резиновой. Одноразовая заглушка. Да, она как бы одноразовая, но никто, в принципе, ее не меняет на новую, посмотрев. Там есть риски. Если этих рисок 6 штук, ищите комплект цепи ГРМ. Если 2,3, то можете еще смело кататься. Но опять же, цепь тянется из-за чего? Из-за веселых стартов со светофоров, из-за высоких нагрузок. То есть, если режим гонка, то цепь приплывет быстро. 100 тысяч меняется. 120 тысяч уже 5,7 градуса. Ну, редко такое встречается, но вот встретилось. Я не знаю, мне, как только 120 тысяч мне попадаются такие корчиши. Следующая такая проблемка встречается клапан вентиляции картинных газов. Слава Богу, Вольсваген додумался, ну, по крайней мере, производитель, этот узел меняется без клапанной крышки. О, кстати, клапанная крышка, надо про нее еще сказать. Сейчас доберемся, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас будет. Клапан вентиляции картинных газов, такой отдельный узел, прикручивается на клапанную крышку в бензиновых моторах 1,8-2,0. Часто на нем лопается мембрана. Соответственно, вентиляция картинных газов работает не так, как надо, и турбина может поджирать масло. То есть, там на патрубке интеркулера будут маслянистые такие налеты. Начните с замены этого клапана. Даже многие умельцы покупают отдельно мембрану, с Поднебесной научились делать, меняют отдельно мембрану, она стоит 3 копейки, и кому-то везет, кому-то нет. Если есть возможность, замените, если будете видеть подъедание масла, этот клапан для скарных газов целиком. В зависимости от производителя, от 2 до 5 тысяч гривен его можно найти. Но если масло в патрубках интеркулера, это еще не значит, что в этом виноват только вентилятор картерных газов. Вентилятор? Клапан. Вентиляция. Клапан вентиляции картерных газов. Это одна из дешевых причин, которые можно устранить за недорого. Но это точно так же может быть еще и турбина. Короче, если скидываете патрубок, и оттуда выливается масло, турбина приплыла. В любом случае, я вам обещаю. Клапанная крышка на дизельных моторах 1.6 2.0 не цельно летая. У нее сверху есть такая выпрессовка, выштамповка. То есть два пластиковых элемента склеены между собой. Это опять же от этих картерных газов на дизелях часто бывает. У меня даже, я тоже делал на одном из своих фольксвагенов, по этому стыку трескается и масло стекает на клапанную крышку. Многие думают, что это текут прокладки клапанной крышки, прокладки форсунок, но по факту все равно потом приезжают и меняют клапанную крышку. На разборке она стоит порядка 70-120 долларов, новая порядка 200. Для замены надо демонтировать форсунки. Достаются порой легко при малом пробеге, порой тяжело, но на практике, друзья есть у кого фольксваген, никто еще как на Рено там с обратными молотками их оттуда не выговорил. На Рено, на Ниссанах, вот эта тема, когда... Слава Богу, у всех знакомых, кто сталкивался, ну там или с форсунками, или с ремонтом моторов, то есть достаются форсунки на фольксвагене, слава Богу, легко. Ну а больше такого прям глобального с моторами. Хочу сказать про турбина, которая там бензиновые моторы. Есть клапан сброса, его калитка называет. И вот он очень часто бывает тарахтит. Идет сброс турбины, и турбина не надувается. Обращайте на него внимание. Как это можно определить? Нажимаем педаль акселератора, и сбрасываем. Если идет звон со стороны турбины, понимаем, что калиточка уже приплыла. Если еще машина едет и надувается, это ремонтируется. Снимаем турбинку, завозим ее к турбинным товарищам, которые ремонтируют турбины. Это все недорого. Но если уже этот клапан не держит, и делает так, то понимаем, что это уже турбина. Добрый день. Ходовая? Простая, ремонтоприводная, дешевая. Не знаю, ходовой ничего такого, чтобы там стоило кучу денег. Нету. Как это нет? Ну, все вменяемых денег стоит. А полный привод, если взять? Ну, муфта Haldex, что там нет такого. Ну. Обслуживать вовремя надо. Ну, полный привод на Passat? Да. На европейском? Да. Есть такое. Очень редко. Один раз такое подбирал. Ну, как она едет? Божественно она едет. Кузов. По поводу кузова гниют они как сволочи. Гниют, да. Особенно европейские версии, которые попесоченные по трассе называют, ну, грубо говоря, седая морда, когда она там вся уже выбита камнями, включая оптику над лобовым стеклом на крыше, лезут рыжики и даже в них. Салоны. Салоны. Есть тканевые, текстильные. Есть в Америке в основном кожа. Переподируют. Износостойкость. Износостойкие. Но в Америке есть салон. Большинство Passat идет на кожу виниловом салоне. Да, он качественный. На внешний вид не специалист, ряд ли отличит его от натуральной кожи. Но у всех Passat слабые места, боковина водительского сидения. Она просто, ну, кожа эта со временем трескается. Если еще постоит где-то на жаре или на холоде, запросто можно поймать трещину на коже. Европейские версии идут на интересных салонах Алькантара. Кожа даже в большинстве, с массажами. Они там очень красивые салоны. Подтверждаю, хорошие. Миллион отделок, ну не миллион за окно. Очень много материалов отделки центральной консоли. Есть просто под алюминий, есть под дерево, есть под разное дерево. Самый дешевый обычный пластик. Есть сабиент подсветка в европейских версиях, в американских не встречал. В принципе, по салону ни сверчков, ничего. Но если, понятное дело, не стреляла безопасность, криворукие мастера не перебирали потолок и люк, то сверчки эти могут быть. А если машина после несерьезного ДТП, то поймать какой-то там по салону посторонний звук, ну мало вероятно. Есть комплектация, опять же, Fender. Они вообще идут с дополнительной звукоизоляцией между дверной картой и обшивкой двери, ну и филенкой двери. О мультимедии с 15-го года. В большинстве случаев они уже идут с Apple CarPlay'ем, с Android Auto, с Android Auto, что очень популярно у молодых ребят, которые в основном к нам обращаются за подбором таких автомобилей. И все на мониторе. Или просто Bluetooth соединился и пошел. Есть версия более слабая, но в американцах такого на B7 из первых выпусков только можно встретить. Самый простой, с крутилочками, с кнопочками, с монохромным дисплеем. Но на американцах такое встречается редко. Такое на американцах встречается всегда, когда вытягивают одно и ставят вот это дешевое с крутилочками. На американцах вообще может по комплектации заводской быть. Она там не с ЕЛК, а СК. Она пичкана доп. опциями, когда пришел американец и хочу это, хочу это, хочу это, хочу это. А она просто СК. То есть он ее... Ну, Volkswagen это конструктор, который можно всегда доработать, убрать, прибавить, вытащить, вставить. Ну и акустика тоже. Есть победнее, есть побогаче сабвуфера. Прям там Fender и прочие именитые бренды-производители. Посад, крыло, горшок, цветы, пауки. Ну, на многих вагах Посад в том числе конструктивно, не знаю почему, есть такой небольшой недостаток. То есть вода из ветрового стекла, пыль, песок, дождь, снег, грязь, все что угодно. Машина постоит под елками. Все это стекает в жабо, ну, не стекает в жабо, а под жабо, это там панель, где дворники ходят. Там есть водостоки. Эти водостоки выведены в передние крылья вниз. И вот если на мойке не просить товарищей мойщиков или на самостоятельно, смотря кто как моет, настоятельно, чтобы периодически они брызгали, ну, там есть маленькие отверстия между подкрыльником и крылом туда, разбивая тем самым стакан из грязи, который по-любому к пробегу там 100 уже будет, то у вас со временем будут гнить крылья изнутри. Наверное, многие видели там, ну, опять же, семейство Вага, Шкоды, Октавии, Гольфы 5, просто им уже очень много лет. Это как бы яркий пример однамарочников, скажем так, у которых эти проблемы вылезли. У пассатов в том числе. То есть надо, настоятельно рекомендую, мыть крылья изнутри, ну, конечно, в идеале это снять подкрыльник в том месте, где прикручивается брызговик, там, по-моему, два болтика, взять, одеть рукавичку, оттуда все это выковырять и поставить все обратно, ну, вымыв перед этим после этого. Ну, или не разбирая, туда можно тоже керхером на мойке короче, слово побрызгать, это значит взять под давлением все выбить. Потому что слово побрызгать, может быть, будет воспринято, ну, брызну я туда водички, оно раскиснется, оно выпадет. Нифига, под давлением, там стакан так-то собирается из-за того, что попадает мусор в этот сливной отсек и там такая чашка, оно там собирается и реально там могут расти цветы, там своя уже фауна живет, там все нормально. Но вот чтобы этого не было, чтобы крылья не гнили изнутри, вот иногда там нужно каждый раз, когда на мойке, просто пробивать, продувать и тогда не надо снимать подкрылка. Что мы еще забыли из недостатков? Бывает на климат-контроле еще иногда, ну, такое бывает. Заслонки в панели, которые стоят, регулируют потоки воздуха, вот они клинят, заедают, ломаются, отваливают сами по себе. Особенно по правой стороне торпеды, ну, со салона. Но это видно диагностическим оборудованием, чтобы у них есть ошибки. Но со временем они могут сами по себе вылазить. Это, ну, как бы, возраст. А так, вроде бы, Passat абсолютно живой автомобиль, который, который любят все, который любят гражданские люди, которые любят таксисты, которые любят клиенты, которые ездят на таком такси. И любят эти автомобили те, кто продает, ну, имеется в виду перекупы, где можно пофиксить пробег и продать машину под гидой того, что она с небольшим пробегом. Да, пробег, он читается хорошо, он, правда, на автоматических или DSG коробках. Притом, эти машины хорошо чипуются, перенастраиваются, ну, как конструктор. Можно добавлять, убавлять дополнительное оборудование, которое на него в избытке есть везде. Ну, то есть, если хочется адаптивный круиз-контроль, то просто его вешаем. Проводка, как правило, она уже вся подготовленная. Просто включаем через компьютер, показываем мозгам, друг, у тебя здесь есть адаптивный круиз. И тут, опа, и круиз работает. Вы представляете себе ноги в развалочку, и все, и машина едет. Ляпота. Сложнее с удержанием полосы, но тоже делается. Тоже привязывается, тоже, то все там делается. Такого, чтобы ничего нельзя было прикрутить при колхозе. Делается все, конечно. Короче, если подытожить, какие моторы нужно брать, а какие нужно тупо обойти стороной, потому что, вот скажем так, топ моторов, на которые нужно обратить внимание, в комплекте не только мотор, а всего механизма, коробка, и побежали дальше. Ну, однозначно, на верхнюю ступеньку его поставил двухлитровый дизельно-мокрый DSG, потом за ним 1.8, 2.0 Америка на Айсене, ну, и ниже на ступень уже это так, в европейскую версию 1.8 на сухой DSG, но это лотерея. Такую бы я вообще не рекомендовал к покупке. Не беря уже во внимание 1.4, 1.2, здесь еще версия 3.6 американская, но это очень редкие звери на нашем рынке, я не знаю, кто его будет обслуживать, живу, видел их только на дороге. Ну, кто обслуживать будет, я всегда найду. Вот, в общем, а, и дизельный 1.6, но опять же, дизельный 1.6, они есть на сухом DSG, который с 15-го, с 15-го года немного подправили софт, и она вроде как ходит, но опять же, лотерея, и на ручных коробках, в принципе, все машины дизельные можно смело покупать. Ну, здесь надо сделать легкую вставочку, ходит-ходит, если ей коксу не давать, то спокойно передвигаться, в обычном режиме, это сцепление действительно ходит, и ходит оно там не 100 тысяч, как простая сухая коробка, ходит оно больше до 200, оно доживает. но в то же время, обращайте внимание, что мокрое DSG 400 катается плюс-минус спокойно. Друзья, если подытожить, автомобиль Volkswagen Passat, будь то европейский, американский, неважно какой, эта машина имеет право существования на жизнь, она относительно недорогая в обслуживании, она недорогая в продаже, она неприхотливая, хотя есть со своими моментами, в общем машина хорошая, машина интересная, она очень популярная, и да, их действительно много на территории Украины. На сегодня все, с вами был Николай Тарануха, Киев, компания Одинавто, всем удачи на дорогах, Ивану огромное спасибо за то, что он выбрал время в своем плотном графике, реально график плотный, потому что заявок много, и посетил нас, и рассказал вам, разбавил вот эту студию еще кем-то, а не только мной. Если вам нужен качественный автомобиль, качественно подобранный автомобиль, обращайтесь, пожалуйста, в нашу компанию Одинавто, будем с радостью, рады вам помочь. Телефоны внизу, парня зовут Охотников Иван, и вот теперь заявки по пассатам вас завалят. Да не, мы и так, все ваги, все мои.